здравствуйте вы смотрите интервью на информационном портале love mds примара муниципе чадерлунга анатолий мтапал здравствуйте анатолий афанасьевич рад вас видеть у нас в студии да мне хочется поговорить о том как развивается как живет чадерлунга но сперва конечно мы не можем обойти тему итогов выборов главы гаузии потому что но сегодня та ситуация которую мы все знаем и наблюдаем как минимум последние две недели после второго тура избирательной кампании и давайте все таки обсудим итоги выборов потому что вы сейчас как бы но немного отойдем от дел в чадерлунге потому что вы возглавляли в том числе штаб одного из кандидатов который не прошел во второй тур но если говорить начать с избирательной кампании как бы вы ее охарактеризовали прошедшую избирательную кампании присборная кампания выборы закончились второй тур состоялся все переживали за выход выход как никогда был очень большой потому что было большое количество кандидатов первом туре я активно обучаствовал я поддерживал дмитрий васильевича кройтер на кандидата башканы наш кандидат не прошел второй тур для меня был более такой со стороны наблюдал за процессами которые проходили конкретно по муниципе чадерлунге потому что премария выбора организовывает а дальше уже процесс проведения выбора дальше проводит уже цига гаузии я скажу что второй тур даже прошел более спокойно нежели первый плана потому что первом туре было очень много кандидатов 8 и все было очень много брожений встреч как никогда считая что это компания была активна плане все кандидаты встречались коллективах на улицах было проведено очень много встреч по крайне по чадерлунге все кандидаты были в организациях общались людьми это очень правильно потому что вы должны слышать видеть своих будущих башканов которых будут руководить нашей автономии в течение четырех лет выборы закончились я так понимаю что последнюю точку должен поставить высшая судебная палата молдовы сегодня четверг я так понимаю три дня дается на обжалование если не будет никаких обжалований то завтрашнего дня выборы можно сказать что уже будут считаться действительными из 20 июля новый башкан должна приступить к исполнять свои обязанностей люди сделали свой выбор с которым мы должны согласиться может кому-то не нравится кого выбрали но сегодня выбор людей есть и я считаю что люди выбирали особенно второй тур был у людей сложный выбор у большинства то ли где голосовать за ту партию кандидата которая не оправдала я считаю что надежд было очень много обещаний в течение этих последних четырех лет и этой партии дано я говорю про партию социалистов люди разочаровались и проголосовали за новые обещания если течение определенного времени новая партия уже партия шор с кандидатом евгений гуцул не оправдает доверие то также этой партии через энное количество времени могут сказать пожалуйста на выход поэтому сегодня людей вера есть мы чем мы чиновники мы примар исполнительное звено должны с этим выбором согласиться и идти вперед анатолий выносить если мы говорим о результатах выборов и то что это был выбор жителей гагаузии ну наверное скорее всего да но если мы говорим о осознанном выборе был ли этот выбор осознанным потому что да мы можем касаться формальной стороны выборов и о том что опел палата подтвердила результаты выборов и есть в том числе ситуация когда ни один из конкурентов не обжаловал во время избирательной кампании те или иные нарушения но мы с вами живем здесь и знаем как проходили эти выборы как бы не давая сейчас оценку действиям тех или иных конкурентов если говорить об осознанности этого выбора был ли этот выбор осознанный со стороны жителей гагаузии то я уже немножко чуть выше сказал что большая часть населения конечно были определены сомнения люди не знали особенно во втором туре закон какого кандидата голосовать но я считаю высказываем лишь люди сделали выбор в сторону того кандидата который пока еще себя ничем нигде не скомпрометировал то есть дать возможность этому кандидату проявить себя ближайшие допустим четыре года если мы говорим про кандидат от партии социалистов то здесь мы видели со начала внутри партии были очень много разногласий пошло практически разделение поддержка двух кандидатов на этом этапе было видно что там у них не все гладко и ну и сам люди течение четырех лет могли понимать оценить работу и те обещания которые давала партия социалистов которые гагаузия давала большое подавляющее большинство на парламентских потом на выборах президента когда игорь дадон флотировался бы есть было разочарование люди выбрали в этом в этой ситуации я считаю что выбрали вторую силу которая вера в то что может эта сила что-то сделает для будущего жителей нашей бы для будущих гаузи поэтому я не согласуюсь с тем что вот сегодня пришли я сейчас говорю про чадрунгу во втором туре всю чадрунгу купили поэтому она проголосовала за евгению я с этим абсолютно согласен есть люди которые голосовали скорее против того что было это что было обычно не было сделано а за другие новые обещания и в надежде что что-то может поместить меняться анатолий что касается выигравшего кандидата госпожи гуцу и обещание лидера партии шор ну всяких финансовых благ для гагузии и в том числе решение пел палата о том что он осужден на 15 лет по делу о краже миллиарда и сегодня по факту руководство народного собрания гагузии встречалась человеком который осужден в молдове объявлен на международный розыск на днях было заседание с примарами народном собрании где господин шор с экранов но обращался к примарам лично вы как примар уже не один срок уверите в то что господин шор может вкладывать деньги в развитие гагузии ну верю я не нет я не знаю но здесь скорее что мы говорим о том что наши избиратели поверили раньше избиратели поверили а я как примар понимаешь и те проблемы которые есть в каждом основном пункте любом случае те проблемы будут решать примаре совместно с советом с жителями а если будет какая-то том числе поддержка со стороны я говорю региональной классе потому что если мы говорим про шора мы говорим про кандидата который поддержал шор про евгений гуцул если высшую нападу признает мандат и она с 20 июля будет работать то это уже будут обещания не шора обещание евгений гуцул как избранного башкана и соответственно спрос будет уже с нее мы как примары готовы работать с тем башканом который избрала население мы как исполнительная власть очень надеемся что мы наконец-то примара объединяться вчера вот мы нас приглашала призрали народное собрание знали за последние два года мы первый раз собрались все вместе примары потому что до этого нас делили делили а теперь мы хоть что-то нас объединило я не говорю что нас объединил шор я говорю то чтобы собрались обсуждали проблемы которые есть на наших населенных пунктов ситуация которая сложилась и каждый примар для себя я говорю для себя понимал что будет башкан надеемся что мы останется вот эти все распри которые недопонимание разногласия между исполкомом примар с корпусом народным собранием и мы все таки будем работать вместе для того чтобы не заниматься политикой а решать те проблемы которые есть каждом населенном пункте есть в гагаузии сегодня я думаю что даже избранный башкан евгения гуцул понимает что она кстати об этом и сказала уже что надо строить диалог центром и перед выборной риторикой на это одно а когда уже присяга и должности которая обязывает решать проблемы это совсем другая история и я думаю что все понимают что в этой ситуации да надо садиться договариваться решать совместно проблемы которых очень много и сегодня сам большая проблема она не снялась это отток населения это мы катастрофически не теряем население и рабочих ресурсов нет рабочих мест нет и здесь одной политикой люди людей не недолго можно будет кормить условно говоря нужно какими-то реальными же делами уже начиная с 21 июля решать проблемы которые есть эти про эти проблемы лягут уже на дни на плечи скорее не даже не на шора на плечи избранного башкана потому что она будет на острие всех этих проблем и все эти проблемы будут стекаться к дней анатолий что касается встречи примарского корпуса руководство народного собрания с господином шором из прессы было понятно в сообщении в прессе о том что обсуждались в том числе проекты которые могут быть реализованы в разных населенных пунктах и ну что пообещал господин шот примаром назвать встречу примара шором это немножко неправильно в мы нас приглашали на встречу с призале народного собрания это было буквально минутное включение господина шора здесь за минуту нельзя было обсудить те проекты как вы говорите который был вопрос о том что будем работать совместно то есть вот такой посыл был к примару что будем работать совместно и буквально это было минуту а в остальном время мы больше было диалог примарского корпуса по обсуждению проблем лично вам было комфортно от этого включения вот но есть говорить откровенно у слова комфортно наш ну то есть подключили здесь в это что нужно в этой ситуации встать зала и уходить то есть никто никакие клятвам из низкого я имею ввиду внутренне понятно что как бы вы пришли встречаться со своими коллегами из руководством народного собрания ну и как бы здесь включение комфортно достаточно не если бы это было включение начались бы призывы там к свержению там я не знаю это просто был минутный буквально даже можно сказать монолог с одной стороны где и лошадь просто сказал что мы готовы работать с примарами по проектам которые есть у вас на съемных пунктов вот это был единственный посыл и говорит о что в этой ситуации примар должен чувствовать себя некомфортно когда говорят про развитие на съемных пунктов ну думаю что все-таки дискомфорта них ни один примар не испытывала это тем более буквально минута была если говорить о той ситуации которая складывается в на политическом поле автономии после выборов да мы знаем митинги которые проходили в камраде 21 числа в том числе на ряде митингов звучали идеи которую продвигает партия шор об организации референдума в стране на ваш взгляд все эти моменты и месседжи могут накалить ситуацию между камрадом и кишиневом потому что мы понимаем какая есть повестка дня у центральных властей и в общем то даже в свете тех инициатив что есть инициатива о том что даже закрепить конституционно про европейский вектор развития страны это и те усилия которые ставит президентура правительство вот связи с проведением саммита вот такие инициативы могут способствовать дисконструктивным моментом взаимоотношениях между гагаузией и если мы видим горячей головы есть с обоих сторон но я скажу свое мнение я считаю на следующий день лучше чем диалог за столом переговоров ничего лучше этого нет потому что только совместном диалоге можно двигаться вперед и жители ведь ждут от нас решение проблем они митингов манифестации конфронтации не дай бог мы видим то что происходит и к чему это все привело у нас она наших соседей на украине в украине поэтому я очень надеюсь что этим горячим голом хватит все-таки мудрости не допустить вот этой конфронтации и решать все вопросы за столом переговоров находить компромиссы я считаю что на сегодняшний день гагаузия с центром может найти компромиссы по самым острым вопросам разрешайте проблем не доводить ситуацию до точки кипения когда она может уже начать разливаться от кипяток поэтому и жители самое главное я уверен что жители ждут именно того что у нас будет мир будет спокойствие и мы будем динамично развиваться если мы не будем комментировать заявления первых лиц государства а говорить как бы каких-то возможных последствий для автономии свете того что но как минимум господин гросс и господин рычан говорили о том что не может быть диалога с ну я примерно буду цитировать с бандитами коррумпированной властью и в общем то есть претензии к господи гуцу с точки зрения гарантии которые законе как будущему члену правительства если будет утвержден мандат то есть сегодня кишинев явно дает сигнал о том что большой вопрос в том что будет ли госпожа гуцу допущена в качестве члена правительства как башкан на ваш взгляд не комментирует заявление как это может отразиться на гагурской автономии если башкан к примеру будет ограничен или лишен права быть членом правительства но исходя из тех мест уже которые делал господин гроссу и господин ричан я подругу немножко по-другому понял что если в руководство гаузии своей деятельности будут говорить про развитие экономики про социально-экономическое развитие гаузии и будет не будет риторика которая направлена на созидание то в этом случае поддержка будет но если будет вопросы которые вне правополе то тогда диалога не будет поэтому здесь я думаю что мяч на стороне госпожи гусу если она уже будет окончательно утверждена и после как она примет присягу все зависит от того насколько она сама в этой ситуации как бы ни говорили что она там не самостоятельно любовь и она ей придется принимать определенные решения подписывать определенные документы за нее никто это делать не будет и здесь все зависит от того насколько она сама для себя должна понимать что любовь диалог и нормально конструктивное отношение с центром это залог того что будет двигаться гаузи вперед и будут решаться проблемы которых очень много гаузи накопилось несмотря на то что мы здесь везде как бы говорим что у нас гаузи рай у нас все хорошо мы движемся вперед но мы понимаем что процессы которые протекает рисулька молдова они у нас такие же это и отсутствие работы это отток населения проблемы каком накручиваются и здесь как я сказал одной лишь политикой и какими-то декларациями население долго кормить нельзя будет население ждет реально изменения мы же вот мы видим людьми общались людей назад написано что вера вот мы поверили что придет новая сила которая реально завтра начнет работать и что-то будет меняться по цене на газ по пенсиям по зарплатам хотя я понимаю что эти процессы они не быстрые они очень долгие сегодня зарплата пенсии это разве это уровень экономики это производство то есть здесь инфраструктуру можно допустим дороги ремонтировать детские сады но повышать зарплаты повышать пенсии для этого нужен определенный бюджет определенные средства бюджете которые нужно зарабатывать а не просто брать там кита кредиты без процента ли процент поэтому здесь думаю что львовцу центру тоже хватит мудрость для того чтобы находить и общие точки соприкосновения которых можно будет работать как с региональной власти гагаузи так и с примарами а предстоящий съезд всех уровней всеобщий съезд ну называйте как хотите вы которые запланировали на 27 мая может обострить ситуацию между комратом и кишиневом потому что там естественно что будут приниматься какие-то политические заявления и после заседания оргкомитета но было распространено коммунике о том что основным пунктом повестки дня будет вопрос о выполнении закона об особовом статусе и в том числе полномочия грузии но и понятно что в свете тех политических заявлений которые происходят на протяжении нескольких последних недель но вполне наверно ожидаемо будет о том что будут вставать какие-то и более резкие вопросы горячего да то есть их всегда бывает достаточно в таких ситуациях как это какие могут быть последствия для автономии ну я допустим у нас сегодня оргкомитет президент народного собрания я бы лично посоветовал бы пригласить бы первых лиц государства на данный съезд чтобы все-таки постараться ситуацию не довести как складу точки пения я допускаю что будут там определенные политические декларации мы про полномочия утраты полномочий грузии слышим не после это ведь не началось вчера на последние уже лет 10 про это говорит про про полномочия и ситуация ведь не сегодня дошла до тачки пения что вот все забрали как это последние полномочия и мы говорю то что завтра у нас не будет статуса особого сегодня надо встречаться говорить и как я сказал даже на съезде если принимать определенные решения все-таки съезд он должен играть какую-то более объединительную функцию потому что сегодня гагаузия разобщена примаз корпус депутаты исполком то есть к сожалению то что последние восемь лет происходило это не шло на объединение у нас нет цены идею выгрузу я не говорю что идея там чтобы прокурора грузина сначала не только мы есть другие вещи которые должны нас объединять вокруг чего мы должны собираться я надеюсь что съезд вот такую идею выработает вокруг этой идеи мы должны будем объединиться и думать не про только про полномочия про про жителей наших потому что львович гагаузи создавалась для того чтобы наши жители ощутили на себе что в гагаузии уровень жизни выше чем допустим в соседних других районах не потому что мы это декладируем а потому что она на самом деле так и есть чтобы бюджет позволяет больше привлекать средств больше привлекать инвестиций ведь мы берем автономии который нам все время приводит пример эти автономии которые идут инвестиции который позволяет какие-то льготные режимы для инвесторов создавать у нас к сожалению пока все это идет как только в одну узкую политическую плоскость я думаю что население ждет не только политических вопросов на ждет и вопросы которые будут направлены на поддержку населения потому что уровень жизни сегодня падает и еще одну такую страшную зиму с газом целый газ которая была в этом году наше население просто не сможет преодолеть поэтому съезд будет думаю что и очень надеюсь что после этого съезда гагаузия сделать вперед именно движение вперед они просто останется кита политические декларации которые еще больше накалят обстановку между камрадом и кишинем меня политическую тему поговорим немного о том как обстоят дела в чадерлунге и я бы хотел первый вопрос в этой части вам задать что касается бюджета да и исполнение бюджета если сегодня какие-либо проблемы потому что мы видим в разных информационных источниках о том что есть проблемы с исполнением бюджета гагаузии в том числе финансированием приморей из ну я так понимаю что речь идет о центральном компоненте бюджета гагаузии то есть тех статьях которые финансируются из центрального компонента бюджета гагаузии сегодня как обстоят дела с этим приморить чадерлунге сегодня есть моменты которые связаны с трансфертом специальное значение которое зависит от проведения очередных заседаний народное собрание к сожалению была передована компания народное собрание не собиралась она по объективным причинам все приморы ждут заседание потому что вопрос есть распределением трансферта спецназначение которые народное слово должно просто продублировать это и детские сады это и школы это же есть и другие вопросы это связано с фондом возмещение контрибуции в целом бюджеты сел и городов они автономны они принципе не зависят от бюджета гагаузии даже если где-то бюджет гагаузии метки это проблемы то все-таки наши бюджеты более автономные да и был момент и он остается связаны с повышением заработной платы с 1 января 1300 лет лей бюджетной сферы эта проблема так и не разрешилась на уровне центра эта проблема больше начнет бить тревогу где-то ближе к сентябрю когда будет бюджет скажем деньги то мы выплачиваем выплачиваем но берем то с декабря с ноября поэтому я надеюсь что все-таки правительство к этой проблеме вернется во второй половине бюджетного года в целом по бюджету муниципе щедрунга проблем нет то что касается функционирования всех учреждений детские сады спортивная школа выплата зарплат у нас проблем нет в этом году как никогда зима была затяжная мы детские сады практически протапливали до 1 мая такого не было никогда потому что здесь на температура была не соответствующая надо было сохранять сейчас буквально мы готовимся ко дню города у нас 9 июня день города и после дня города мы запустим наши проекты которые будут реализовывать за счет бюджета нашего муниципия сегодня мы работаем активно с проектами в данный момент идет несколько по низком направлениям идут работы по проектам которые мы выигрывали которые перешли с 22 года на 23 буквально на следующем деле мы начнем работы по замене кровли детский сад номер 7 установку панели солнечной который позволит уйти от потребления электроэнергии экономит где-то процента 30 40 только газа в этом детском саду другой проект дар 1 плюс 3 мы будем устанавливать солнечные панели на крыше другого детского сада шестого где тоже уйдем полностью потребление электроэнергии это будем использовать альтернативную солнечную энергию следующий проект также на кровле единого культурного центра мы установим по панели это тоже позволит уйти от потребления электроэнергии в нашем едином культурном центре параллельно работаем по усовершенству наших узлов учета это 45 узлов учета где будет автоматический контроль который позволит регулировать темное время суток подачу освещения уличного это позволит где-то процентов 10-15 экономит электроэнергии опять же не экономит за счет выключения экономит за счет оптимальной эффективной оптимизации работы наших фонарей уличного освещения большой проект мы реализуем в рамках программы европейской силу это строительство солнечной электростанции работы идут думаешь в течение месяца мы работы закончим мы установим панели и будут которые будут вырабатывать где-то порядка 500 30 киловатт-часов это нам позволит полностью наше уличное освещение сделать бесплатным для бюджета то есть за счет солнечной энергии соответственно это все проекты которые при море и рада привлечь не бюджетно не бюджетный проект проекты которые на стартовали 2022 году они перешли на двадцать третий год со следующей недели у нас три детсада мы приостанавливаем прием детей будем перенаправлять на другие другие три детсада потому что будем проводить работы как сказал замена кровли и утепление то есть фактически по всем объектам будут проходить работы не просто закрыли детский сад но в это время мы педагоги находятся в отпусках мы проводим работы капитальные по этим учреждениям то есть целом план есть работы проводим после нового года начнем работы по ремонту наших местных дорог у нас есть очень много план уже утвержден даже частично уже провели тендера соответственно то что касается бюджета города в целом проблем нет ждем вот то что у меня сказал изменений по народном собрании то чтобы дополучить финансы средства по детским садам по спортивной школе так будем надеяться что предвыборная чехарда закончилась и гагаузи будут работать таком штатном режиме чего конечно она ждут и наши жители в чаде лунге было ну я не знаю правильно ли будет корректно сказать проблема но вот а по термо то были судебные процессы в том числе примария но через судебные инстанции хотела вернуть на баланс примарии это предприятие для того чтобы но улучшить качество услуг на какой стадии находится сегодня этот вопрос не предприятия сети среди этим мы не можем вернуть на что предприятие учреждалась извините район администрации сети у нас мы сейчас находится во второй инстанции было первое заседание в апелляционной палате следующее заседание могу ошибаться в августе у нас запланировано потому что там сейчас тоже нехватка судей то есть процесс идет мы в судах находимся надеемся что правда будет на нашей стороне мы сможем вернуть сети для того что влиять на и ценообразование по воде пока нарезали то что более эффективно решать проблему качество подачи воды сейчас мы совместно с агентство глинар развития буквально вчера подписал контракт заказали проект на смен документацию на странице новых очистных сооружений потому что водопровод у нас новый канализационные сети новые очистных практически нет эта проблема есть а без у нас есть то разработано тоже через агентство на развитие грузии сейчас вот проект на смен документации как будет готово дальше уже можно искать партнеров доноров которые можно будет совместно коты экологический проект реализовали то что построить очистные сооружения чтобы проблему экологическую связаны с отводом сточных вод в городе также разрешить потому что течение этого времени сколько сети предприятия находится в под управлением района администрации данная работа к сожалению не проводилась а за это время имея проект на смен документацию думаю что мы смогли бы где-то найти партнеров которые бы нам помогли бы построить новые очистные сооружения которые на сегодняшний день практически не работает что касается проект который реализуется на базе каниферма от пролин и всех тех разговоров которые были вокруг этого проекта потому что было очень много споров в том числе у народного собрания была одна позиция регионального агентства у руководства канифермы была другая позиция в итоге третьей стороной оказалась примария которая ну не знаю может быть я неправильно выражусь но как будто бы обязана была взять каниферму на баланс чем закончился этот вопрос и на какой стадии находится реализация этого проекта на тот момент когда до начала реализации проекта нужно было выделение контрибуции тогда примария пошла на шаг что даже согласилась объект принять собственность только чтобы сортовал потому что вопрос стоял почти 20 миллионов леев которые можно мы могли потерять из бюджета страны первая часть контрибуции была выделена работы стартовали сейчас я знаю что второй этап пока приостановился потому что ждем заседания народного собрания где будет выдана вторая часть контрибуции для того чтобы проект завершить в этом году параллельно с этим мы ждем контрибуцию еще по второму большому проекту это строительство производственной площадки на 5200 квадратов где проезд рисунка молдова выделяет 22 с половиной миллиона лея где мы должны выделить контрибуцию 7 миллион аллей и последний из полкома уже принято ждем проект постановление народа собрания есть мы ждем заседание для того чтобы эту сумму выделили мы смогли провести тендер на часть строительства этой производственной площадки который позволит открыть чадурунге до 1000 рабочих мест это то что наверное самое важно то что уже все не только для чадурунге ну и гагаузи да в целом биспольки молдовы это рабочие места поэтому вот эти выборы немножко все застопорили надеемся что выборы закончились и народное собрание начнет более эффективно работа для того чтобы такого рода в очень важный проект они останавливались от промен сейчас финансируется из-за бюджета муниципе чадурунга или гагаузи бюджета гаузи мы не принимали объект создали комиссию но там по условиям проекта который ставил тогда правительство процессе реализации проекта нельзя менять собственника то есть проект должен быть реализован и после этого я допускаю что отправлен перейдет в под управление муниципального совета но это будет думаешь это будет то не раньше чем с 1 января двадцать четвертого года что касается все таки вернусь вопросу к финансированию из центрального компонента бюджета гагаузи потому что ряд программ финансируется из именно из этого компонента это касается на программа например по освещению населенных пунктов это касается программы по питанию детей в школах исполняется ли сегодня эти программы из центрального компонента и финансируется ли они в достаточной мере по освещенным населенных пунктов города уже тоже получает здесь проблем нет с финансированием потому что сумма была утверждена бюджете мы в начале года получили планы с получили финансирование школы получают на прямое питание на питание детские сады мы получаем 50 процентов 50 процентов центральный бюджет 50 процентами бюджет гагаузи также проблем нет информацию каждый месяц предоставляем количество детей которые посетила детский сад по факту мы получаем финансы то есть здесь с этой стороны проблем нет единственных рассказал дополнительно на детские сады и учебные заведения были выделены спец трансфер из бюджета кишинева и народное собрание должно просто своим постановлением продублировать вот речь о фонде которые но есть где-то не хватает мы сейчас говорим тех дополнительных финансов которые центральный бюджет кишинева исходя из запросов которые подавали при марии это в этом в основе связано с повышением цены на газ и на электричество нехватка именно тех средств которые мы закладывали бюджет когда принимали закладываться на стоимость газа была одна потом было повышение многократное цены на газ поэтому центральный бюджет страны нам эти средства довольно выделил но мы ждем чтобы народное собрание опробировала что мы могли эти средства получить такой механизм у нас по гагаузии потому что спец трансфер то проходит все через народное собрание гагаузии пункт связанные с капитальным вложениями местного как мы назначение он еще открыт потому что в этом году сумма небольшая допустим по чадру это 700 10 тысяч по населенным пунктам это без учета того что собирались делать крышу в 16 учебных за крышу мы эта ситуация мы по ней не владеем крыши это все-таки средства которые скорее всего был бы шли бы через управление строительства гагаузии мы сейчас говорим про капитальное вложение местного характера которые идут через бюджеты где там нужно согласование с депутатами внутри решение что за счет этих средств мы разделим на 3 ровные части в трех наших учебных заведениях также установим на крыше солнечной панели потому что сегодня мы работаем в рамках проекта мэры за экономический рост где мы за основу взяли вопрос связанный с уменьшением зависимости от газа электроэнергии потому что эта проблема сегодня стоит саму острове с улики молдова мы на себе и ощутили чем меньше будем тратить на газ на электроэнергию тем больше у нас бюджете будут оставаться средства мы учреждаем специальный фонд который будет все средства которые будут экономить за счет то что мы устанавливаем солнечные панели утепляем здание мы будем аккумулировать в этом фонде и будем направлять на поддержку населения в период когда надеюсь что конечно цена на газ будет ниже первого октября но мы готовимся чтобы у нас был небольшой фонд том числе бюджете нашего города который позволит людям помогать в сложный период завершая наше интервью анталий фанатович но осенью будут всеобщие местные выборы то есть еще не как бы не определена поэтому я вам вполне закономерный вопрос вы будете выдвигаться на должность примара давайте мы дойдем до осени потому что до 8 еще очень далеко у нас впереди еще утверждение выборов окончательно башканских то есть но разве это как-то влияет на вашу на ваше решение еще есть полгода практически да тут очень много вопросов связаны с переносом там я не знаю с кем-то другим моментами давайте мы доживем хотя бы до августа и тогда уже будет можно будет конкретно говорить о том что сегодня есть план который у нас бюджет принять есть программа который я и моя команда работаем до выборов а дальше уже мы примем решение но пока я не вижу основания того чтобы допустим не баллотироваться на следующий мандат но как я сказал до осени очень много еще может всего произойти поэтому оставляем пока такую маленькую запятую я благодарю вас за сегодняшний интервью напомню что вы смотрели интервью с примара муниципе чеддер лунки анатолием топал оставайтесь славым да и будете в курсе происходящих событий